Ну что, погнали! Итак, видим вот такой вот заросший куст. И что же с ним делать, непонятно. На самом деле, все проще паренной репы. Сейчас покажу. Приначале только уберем все вот эти ниточки, веревочки. Опущу все кусты на землю. Так будет гораздо удобнее работать. Смотрите, ежевика, как и малина, плодоносит на побегах прошлого года. То есть, те побеги, которые дали нам урожай в этом году, в следующем уже нам ничего не дадут. Поэтому мы их вырезаем. Стараемся вырезать под корень, не оставляя пенечков. Так, вот таким вот образом все это близко с землей мы чикаем. Смотрим дальше. На один куст я оставляю молодых побегов, которые будут давать урожай в следующем году, не более 4-5. Вот такая вот мелочевка мне не нужна. Я считаю, вот раз хороший побег, два хороший побег, три хороший побег, четыре хороший побег. Всю вот эту мелочь я тоже буду вырезать под корень. Тут такие девери, надеюсь, я понятно объясняю, и вы меня поймете. Итак, молодой побег, тот, который будет давать нам урожай в будущем году, вырос у нас вот такой вот махиной. Мы его должны отчекрыжить на одну треть. Либо же смотреть по шпалере, потому что его потом придется привязывать. Вот, допустим, я его вот здесь чикаю. Дальше. Он дал боковые побеги, которые также нужно укоротить будет на одну треть. Я, честно говоря, никогда не вымеряю. Точно это одна треть больше, меньше. Я так считаю, что это на скорость не влияет. Чикаю все на глазок, но чтобы примерно это совпадало с вот такой вот схемой. Убираем одну треть. Срез. Вот смотрите, вот так вот, сантиметр, полтора я отступаю и делаю прямой срез. Не рядом с почкой, что... Субтитры сделал DimaTorzok